К чему снятся гвозди во сне? Ну, гвозди обычно это что? Это когда надо соединить два начала. То есть, одна доска, вторая доска, раз и соединение. Быстрое соединение, которое идет, это не винт, а быстрое соединение. Ну, например, если мы не видим, просто гвозди видны, значит, это может быть что? К крепкому брачному союзу или партнерскому союзу, если вы видите просто гвозди. Если вы не видите, если, конечно, две доски и соединяются, например, это говорит о том, что это будет непрочный союз. Почему? Потому что дерево, это может быть временное соединение двух, но они могут распасть, потому что мертвое дерево. Иногда это бывает, иногда гвозди, когда показывают, что это может быть, особенно если в заборе или еще где-то в мертвом дереве, иногда бывает смерть. Такое тоже может быть. Быстрое смерть при том. А быстрое смерть через железо, потому что гвозди железные обычно. А если железо, то, может быть, аварии какие-то могут быть связанные с автотранспортом или с самолетом. Если вы покупаете гвозди, например, со своим мужем, то пришло время по укреплению семьи, которая может у вас распасться. То есть здесь присутствует именно муж. Есть такое еще выражение «забить» на какого-то человека. Вот забываешь гвозди – забить. Забей на эту проблему, забей на этого человека. То есть или оставить эту проблему в покое, или этого человека оставить в покое. Если вы вбиваете один гвоздь куда-то, например, в стол, то есть здесь, может быть, это принятие правильного решения в какой-то сфере. А вот вытаскивать гвозди, то, что что-то может распасться, это к неприятности. Поэтому здесь очень часто, если, например, бывает, что вы можете забивать, вы видите молоток, и вы забиваете гвоздь, и вы ударили себе по пальцу или по руке, то здесь могут быть серьезные неприятности в семье, потому что рука очень часто символизирует именно семью. И здесь может быть, почему неприятности, ссоры могут быть в этом отношении. Это кому-то можете принести боль, или вам могут принести боль. Но гвозди, иногда вот по соникам я смотрю, правда я не отслеживала, но смотрю, вполне возможно, что это может быть, вот иногда гвозди можете символизировать или пенис мужской, или половую жизнь. Это тоже вроде бы как, я не отслеживала, не смотрела, потому что больше идет по первому направлению, которое я показывала. Но вполне возможно, что может быть, да, что такое тоже может быть. Поэтому здесь иногда могут, если мы смотрим, например, что это гвоздь, мы смотрим по величине. Опять же, если большой гвоздь, это значит, там может быть активная сексуальная жизнь, или если маленькая, маленькая, может быть, не очень хорошая сексуальная жизнь. Значит, если ржавая, значит, может быть падение импотенции. Я не могу за это ручаться, почему? Потому что я просто могу сказать, что по архетипам вполне возможно. Что может быть такое? Ну вот, например, гвоздь в обуви. Поэтому обычно, когда у нас есть обувь, она символизирует парные отношения. Парные отношения. То есть, пара обуви. Если это гвоздь, это говорит о каком-то дискомфорте в отношениях. То есть, это постоянно какая-то колкость может быть. Может быть, раны какие-то. Поэтому вот здесь вот надо отследить, почему это. Еще иногда бывает вот, ну вот, давайте посмотрим сны, которые женщине приснилось. Женщина видела, как ее муж забивает гвоздь в лоб ее ребенку. И она спокойно к этому относится. Что такое гвоздь? Это какие-то правила, которые вот лоб, это символ, он говорит, ума. Это когда может быть, или может быть человек упрямый, или что-то в этом роде. И тут, говорит, то есть, когда ты забиваешь что-то в голову, это значит какие-то правила, какие-то установки, которые может это самое, может забить. Достаточно жесткие, потому что это гвоздь, который, будем говорить, забивается еще, будем говорить так, еще молотком, если видно. Поэтому что-то вбивает. Может быть, человек, бывает лоб, это упрямство бывает. Поэтому тут, если женщина спокойна, может быть, это и нужно такое делать. Ну, еще один сон могу рассказать, который, когда человек вот видел, например, он видел, что коренной зуб, который находится внизу, он достает из зуба сперва один гвоздик маленький, потом второй, потом третий. Они как бы росли из этого. Правда, крови не было. И поэтому вот здесь вот как бы показано, что вполне возможно, что здесь подрастает какая-то вот вещь достаточно жесткая, что, может быть, человек просто может умереть. Так оно и вышло. То есть он узнал о том, что у его друга разбились родители на машине. Поэтому здесь как бы предупреждение было, что, возможно, опять вот железный гвоздь, это связано с железом. Сперва маленький и все остальное. Там оказалось, что машина была неисправна. Поэтому как бы символизировало. А он этих родителей тоже знал.